Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Чтобы прямо в письме они автоматически приходили. Плагин небольшой, настраивается быстро. Вот страница разработчиков данного плагина. Не кто-то-то либо разработчик, а сами WooCommerce. То есть это разработчики интернет-магазина самого WooCommerce. То есть родной по сути плагин. И давайте сразу я покажу для тех, кто еще ни разу не устанавливал плагин не из репозитория. То есть когда вы его купили. Когда вы его купите, у вас будет скачан архив на компьютер. Перейдем на мой тестовый сайт. Далее вы перейдете в плагины, добавить плагин. И нажмете вот здесь на кнопку загрузить плагин. Здесь появится кнопка выбрать файл из компьютера. Вы загрузите этот архив. После того, как вы его загрузите, мы посмотрим, перейдем в плагины. И вы найдете вот такой вот плагин. WooCommerce, E-mail, Attachment. Все. Активируйте его. Он будет у вас вот здесь. После этого вам надо убедиться перейти в WooCommerce. То есть нам нужно определиться, к какому письму мы хотим добавлять вложение. Я хочу, чтобы первое письмо, которое приходит клиенту от WooCommerce. То есть когда он совершил покупку. Скажем, у меня оплата на банковские реквизиты. То есть он положил в корзину товар. Нажал заказать. И перед ним открывается страница, куда нужно, то есть расчетный счет, куда нужно перевести деньги за товар. И клиенту приходит автоматически в этот момент первое письмо. Вот к нему мне нужно добавить вложение. Сначала я перейду в WooCommerce, настройки. Далее я перейду в заказы. Зайду в какой-нибудь заказ. И первый статус, если мы не использовали какие-то сторонние плагины по умолчанию, у нас обычно идет на удержании. Это потом, когда мы увидели оплату, мы можем выбрать другой статус в обработке или выполнен. И тогда там приходят другие письма. Вот вам надо определиться, к каким письмам, хотя вы можете и к этому письму в обработке и на выполнен, другие документы прицепить. Вообще не вопрос. Но мне нужно прицепить именно к первому письму. Поэтому я перехожу опять в настройки в WooCommerce. Далее у нас после активации этого плагина, вот здесь появляется новая вкладка email attachment. Мы сюда переходим. Здесь настроек почти нет. Здесь можно добавить заголовок, описание, прямо в письме, дополнительный какой-то текст. И где этот заголовок будет? Место уведомления. В нижнем колонне титула, в верхнем, вверху и так далее. Мы переходим дальше сюда на настройки электронной почты. Итак, сейчас мы вот к этой опции вернемся ниже. Здесь вот нам описание. Здесь все не на русском языке, я перевел все через браузер Chrome. Несколько почт можно прицепить. Здесь указано, как это сделать. Но у вас уже почта, если указаны в WooCommerce, у вас уже придут письма туда. И смотрите, вот здесь вот самое важное. Заказ в обработке. И вы видите, я здесь уже прицепил три документа. Три PDF, защита данных, общее положение условия, право на отзыв. Есть кнопка удалить. То есть три файла прицепил. Можно нажать выбрать файл. То есть с медиа менеджера загрузить еще и еще файлы. И кнопка сохранить. И соответственно для других статусов у меня ничего не добавлено. Соответственно я могу добавить и новый заказ, и добавить файлы хоть к любому статусу. Там нет в наличии. К любому статусу. Мы видим, что здесь ничего нет. То есть я загрузил только три документа. Заказ в обработке. Все. И сейчас мы проверим и увидим, как они приходят и где они приходят. Перейду на фронтальную часть сайта. Давайте что-нибудь купим. Оформить заказ. Подтвердить заказ. Заказ я оформил. То есть я оформлял на email, как будто бы я клиент. Вот я перехожу сейчас на почту. Перехожу. Вот я вижу письмо. И вот вы видите, сами здесь есть три файла, которые подвязываются к верхней части письма. Вот стандартное письмо самого WooCommerce. А вот они три файла, которые я могу скачать поштучно или скачать все одним архивом. Соответственно, как мне, как администратору тоже пришло письмо, что новый заказ. Как мы видим, здесь вложений нет, потому что к этому статусу я ничего не подцеплял. Но если вам нужно, то и к административному email отправке автоматической в WooCommerce тоже можно прицепить соответствующий файл, если это требуется. На этом видео я заканчиваю. Надеюсь, для вас был урок интересен и полезен. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Внимание. А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!